Церковь Христова Подобно прекрасному дереву, Укрывающему под сенью своей Наследников Царства Небесного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В день освящения православного храма, 27 января 1903 года, колокольный звон донесся до императора. Он как раз направлялся к станции со своей многочисленной свитой, дабы отправиться в Токио. Император остановился, прислушался и своим молчалилым вниманием узаконил православный звон в древней столице. Субтитры подогнал «Симон» Симон» 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 « Симон» 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 «От православных военопленных, находящихся в городе Киото в помещениях Фусими. 9 мая 1905 года. Эта икона Николая Чудотворца была подарена русскими военнопленными храму в Киото В качестве благодарности за помощь во время русско-японской войны Усилиями святителя Николая было создано общество духовного утешения военнопленных Они получали книги, крестики, евангелие Могли писать родным К ним приходили священники, говорящие на русском языке Мой прадед был священником и посещал русских военнопленных во время русско-японской войны И служил для них в литургии Когда война закончилась, в 1905 году, он провожал их в Россию, в порту Кобе Сохранились его дневники, я бы очень хотел, чтобы они были изданы и на русском языке тоже Мой прадед там пишет о военнопленных О том, кто были эти люди, из каких мест они происходили И он также пишет о том, что когда он провожал их в Россию, расставаясь, они плакали Вы знаете, я думаю, что именно благодаря молитвам моего прадеда я стал верующим На этом кладбище, в городе Идзумиоцу, похоронено 89 наших военных Большинство из них участники обороны порта Артура Всего в Японии покоится более 400 наших соотечественников, воевавших на фронтах русско-японской войны Сегодня за их могилами ухаживают простые японцы Решение остаться в Японии Во время русско-японской войны далось святителю Николаю с трудом Он переживал сильнейший кризис Как он должен был поступить? Благословлять японцев на войну с Россией? Или молиться за победу над своим же отечеством? Оставить все, что создавалось десятилетиями И уехать обратно в Россию? Японцы ждали от него решения На службе он объявил, что он остается И призвал молиться за то, чтобы Господь восстановил нарушенный мир Японское правительство молчаливо одобрило его решение И был издан указ Который гарантировал неприкосновенность и охрану Как лично святителю Николаю Так и всей японской православной церкви Субтитры создавал DimaTorzok В последний путь архиепископа Николая провожали тысячи японцев В этот день был издан указ Который разрешал желающим прийти на похороны Не приходить на работу Среди всех венков Выделялся венок японского императора Это был единственный случай в истории Японии Когда иностранцу была оказана такая честь Впрочем, японцы давно уже считали святителя Николая своим Спустя много лет японские православные решили перенести мощи Николая В часовню при токийском храме Но местные власти им запретили это сделать Ответ был таков Святитель Николай принадлежит всему народу Японии И поэтому любой японец, вне зависимости от его вероисповедания Должен иметь возможность прийти и ему поклониться Святитель Николай умер 16 февраля 1912 года Он похоронен в районе Янака На одном из древнейших и крупнейших токийских кладбищ В 1970 году он был причислен к лику святых православной церкви Святитель Николай 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 КОНЕЦ Привить христианство этому народу, и именно он будет водворителем того высшего блага, что будет едино стадо и един пастырь. Но не скоро это будет, к несчастью. Эти строки принадлежат святителю Николаю, и речь в них идет о Китае. В Китае запрещена проповедь христианства иностранными миссионерами. Официально здесь зарегистрировано 4 православных храма. В них нет священников, и прихожане молятся как умеют, зачастую под магнитофонную запись. Для сравнения, в середине прошлого века здесь было более 100 православных церквей. После революции 1917 года в России Китай стал второй родиной для сотни тысяч россиян. Но приход к власти Коммунистической партии и культурная революция нанесли такой удар по китайскому православию, от которого оно до сих пор не может оправиться. Мы находимся в Гонконге, в специальном административном районе Китая. Здесь свое законодательство, и здесь нет запрета на проповедь христианства иностранными миссионерами. На седьмом этаже вот этого здания находится греческий храм Константинопольского патриархата. Никто ни от кого не скрывается. Просто земля в Гонконге настолько дорога, что проще снять офисное помещение, чем выкупить землю и построить отдельный храм. Пока у русских православных не было своего храма, несколько лет службу велись именно здесь. Общее число православных в Гонконге не превышает 500 человек. Но мы не должны забывать о том, что сказано в Библии. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Так и мы. Может быть, нас и немного. Но мы хотим быть как дрожжи, которые являются закваской для хлеба. Нельзя говорить о православии на этой земле и не упомянуть имена китайских мучеников за веру Христова. Это наши защитники здесь. Все они были убиты в 1900 году во время восстания Эхатуани. По своей сути, это был бунт китайцев против иностранного засилья в стране. Бунт, который вылился в антихристианские погромы. Среди погибших во время восстания Эхатуани был и мой прадед. Его сыну, то есть моему дедушке, тогда было всего 12 лет. Дед потом поехал учиться в Москву. И когда вернулся на родину, стал епископом в православном храме. Его звали Ду Жун Чэнь. И после его смерти, в декабре 64-го года, закончилось дело православной церкви в Шанхае. Я все время в душе чувствую эту связь. Чувствую, что мои предки отдали свою жизнь, чтобы православие в Китае не прекращалось. Когда у человека есть вера, у него будет и надежда. Я это так понимаю. На втором этаже этого небоскреба находится храм Братства Святых Апостолов Петра и Павла, Московского Патриархата. Он был создан в 2004 году для содействия возрождению Китайской Автономной Православной Церкви. Он располагается в офисном здании по той же причине, что и греческий храм. Клочок земли здесь стоит целое состояние. И возводить отдельный храм – непозволительная роскошь. Каждое воскресенье здесь проходят службы. И каждое воскресенье сюда приходят верующие. Постоянно совершается богослужение. И приходят все без ограничения для того, чтобы в богослужении участвовать. И русские граждане, и граждане Гонконга, и граждане всех других стран, в том числе и граждане Кеннер, которые приезжают сюда. Да, это ближайшая для них возможность поучаствовать в богослужениях, исповедоваться, причаститься или даже получить крещение. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ